Добрый вечер! Итогу выпуск новостей за неделю на телеканале Оркин Медиа. С вами Житпыс Макимов. И к новостям. Казахстан направит войска в страны Ближнего Востока и Африки для миротворческих миссий. Для участия в миссиях ООН будут направлены 430 военнослужащих вооруженных сил. Об этом говорилось на совместном заседании Палат Парламента. Депутаты Мажелиса и Сената рассмотрели предложение главы государства направить миротворческий контингент вооруженных сил Казахстана для участия в миссиях ООН и приняли решение. Одобрено направление военнослужащих вооруженных сил в миссии ООН, в том числе резервных рот, штабных офицеров, военных наблюдателей и специализированных подразделений. Развертывание планируется провести с марта этого года. Будет заключен международный договор с ООН, определяющий обязательства сторон, а также вопросы финансового и материально-технического обеспечения участия в миссии. Это впервые самостоятельная миссия, которую мы будем выполнять на голландских высотах. Состав роты 139 военнослужащих. Причем хотел бы отметить, что солдат срочной службы там нет. Только профессиональные военнослужащие, военнослужащие по контракту и офицеры, прошедшие полный цикл обучения. Для каждой отдельной миротворческой операции будет разработан соответствующий меморандум. По словам министра Руслана Жахсалыка, вооруженные силы готовы выделить отдельных военнослужащих в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров, а также стрелковых, медицинских, разведывательных и инженерных подразделений. Продолжительность миссии 1 год. За роль миротворца будут платить 1000 долларов в месяц. В настоящее время в миссиях ООН задействовано 19 коастанских военнослужащих. Из них 6 офицеров в Западной Сахаре. Двое в Центральной Африке. Два офицера в Конго. 9 военнослужащих в Ливане. Цена на яйца снова выросла. Однако эксперты отдела предпринимательства и сельского хозяйства говорят, что это сезон увеличения. В Балхаше в конце прошлого года цена на яйца была 530-550 тенге, а сейчас их продают по 630-680. Раньше мы яйца подешевле брали, где-то была закупочная цена 570-560 тенге. 20 тенге мы прибавляли всего. Где-то по 600 тенге мы продажа была. Сейчас как зима, очень подорожали яйца и закупочная цена сейчас 630 тенге. Но отстаняем всего 20 тенге. В Балхаше куриные яйца первой категории на рынке продают по оптовой цене 630 тенге за 10 штук, а розничная варьируется от 680 до 700 тенге. Стоит отметить, что данный товар находится в списке социально значимых. Торговая надбавка не должна превышать 10-15%. Продукция доставляется из Караганды и Костаная. По Карагандинской области наблюдается повышение цен на яйцо куриное. Повышение цены связано с тем, что у нас нет своего производства и имеет сезонный характер. Оптовая цена в городе на данный момент на яйцо первой категории составляет 630 тенге за 10 штук. В свою очередь розничная цена на яйцо первой категории составляет 680-700 тенге за 10 штук. Два лифта в многоэтажных домах были отремонтированы в прошлом году. В этом году замене подлежат еще два по улице Бокиханово. Все работы провели в рамках программы модернизации жилищного фонда отдела ЖКХ. По словам специалистов, замены произведут до конца этого года. В Балхаше насчитывается 11 высотных домов. В них установлено 20 лифтов. По программе модернизации жилищного фонда отделом ЖКХ в 2023 году провели ремонт двух лифтов по адресам Бокиханово-3 и в микрорайоне Шашубай, дом 24. В этом году в планах заменить два. Установят лифты белорусского производства по улице Бокиханово-6 и 12. В настоящее время готовятся необходимые документы. Все это будет сделано в рамках программы модернизации ЖКХ. По итогам четырехдневных оперативно-профилактических мероприятий «Быт» зарегистрировано 19 случаев семейного насилия. О 13 из них было сообщено на номер 102, а 6 попали в поле зрения участковых инспекторов. В результате конфликта в семье две женщины были помещены в кризисный центр «Шанрак». За четыре дня на данное мероприятие было мобилизовано 64 сотрудника полиции. В ходе него проверено 23 лица, состоящие на учете в полиции. Кроме того, выявлено 50 административных нарушений. В частности, это случай вождения в трезвом виде, продажа алкоголя в магазинах в неустановленное время. Также выявлены факты нахождения подростков в ночное время беззаконных представителей. Это мероприятие продлится до 26 января. Сегодня в Балхаше прошли крещенские купания. В городском храме состоялась праздничная служба, после чего священнослужители осветили прорубь на пристани. Начался праздник на городской пристани с выездной службы. Настоятель храма, святителя Николая, провел богослужение и осветил воду в проруби. После желающие смогли набрать освященную воду. Считается, что необыкновенные свойства она сохраняет целый год. На пристани дежурили отряд спасателей и бригады скорой помощи. В пунктах обогрева присутствующих угощали горячим чаем волонтеры молодежного ресурсного центра. Дорогие братья и сестры, сегодня 19 января и Православная Церковь празднует крещение Господне. Сегодня у нас в церкви состоялось праздничное богослужение, где мы осветили святую воду. Также вот сейчас мы пришли на наше озеро Балхаш в бухте. Тоже также мы установили купель и совершили великое таинство освящения святой воды. То есть все желающие погружаются в святую воду. Все праздничные мероприятия проходят благополучно. То есть всех вас поздравляю с праздником. Желаю вам мира, здравия, согласия. Храни вас всех Господь. И пусть Господь вас всех благословит. С праздником. Иван Тихонов приехал с Караганды. Окунается уже 13-й год подряд. Исполнить обряд не помешала даже командировка. Здравствуйте. Всех православных поздравляю с праздником крещения Господне. Окунаюсь я 13-й год. Первый раз в городе Балхаш. Сам с Караганды окунался всегда в Караганде. Сейчас так совпало с командировкой. Это все дело я делаю с подготовкой. Обливание также во дворе провожу. Ощущение после очень хорошее. Тело прям парит. Самое главное. Всем здоровья, благодать. Дарю всем жизни. И Бог. Благодарю. 653 человека на сегодняшний день состоят на учете в наркологическом кабинете. С диагнозом алкоголизм 571. Из них 130 женщин. 82 человека лечатся от наркомании. За прошлый год поступило 194 человека. Из них 11 на повторное лечение. За январь этого года за помощью обратились 3 человека с диагнозом алкоголизм. Те пациенты, которые не желают пройти добровольное лечение, их по заявлению родственников, либо по ходатайству ГВД направляем в специализированное учреждение. Город Сарань. Это учреждение для принудительного лечения от алкоголя и наркотиков. В 2023 году на принудительное лечение госпитализировали 8 человек. Одна из них женщина с диагнозом алкоголизм. Двое с наркоманией. Алкоголизм развивается постепенно. То есть при каждых удобных случаях, поводах мы привыкли накрывать столы, употреблять алкоголь. И так постепенно развивается, незаметно для человека развивается алкоголизм. Также и наркотики. Стоит один раз попробовать, второй, третий раз уже человек остановиться не может. Наркотики это категорически не надо пробовать, даже из любопытства. Потому что все начинается с употребления, особенно наркотиков, из любопытства. Но быстро возникает зависимость. И поэтому молодым людям пожелаю, чтобы они не употребляли наркотики. И тогда не будет проблем со здоровьем, с трудоустройством, проблем в семье, с родителями. Кто семейный, в семье не будет проблем. Подразделение киберполиции, работающее всего полгода, показывает положительные результаты. Напомним, в июне в городе открыли отдел киберполиции с целью борьбы с мошенничеством. В 2023 году было зарегистрировано 79 случаев. Это показывает рост снижения фактов мошенничества на 23% по сравнению с 2023 годом. В отделе киберполиции Балхаша работают два следователя. Столько же оперативных сотрудников и IT-специалисты. Подразделение обеспечено необходимым оборудованием в соответствии с современным требованиями. В настоящее время мошенничество является одной из актуальных проблем не только города, но и всей страны. Раскрытие преступлений в киберпространстве является трудоемким. С нового года зарегистрировано 7 случаев мошенничества. Два через мобильные приложения. Остальные пять другими способами. Мошенники начали использовать платформу WhatsApp. От имени друзей и родственников они рассылают сообщения с мошенническими схемами. Поверив входящему сообщению, жертвы мошенников часто переводят деньги со счета и теряют свои средства. На этом этапе я хотел бы предостеречь всех жителей и гостей города, чтобы они были внимательны и личной информацией не делились с посторонними. Прошу вас немедленно обратиться по номеру 102. Жители станции Балхаш собственными усилиями залили каток для детей. Спортивная площадка, расположенная на улице Тахшохе, была построена группой активистов. Работу провели в несколько этапов. Это делается для равномерной поверхности и гладкости льда. Да, я сюда ходила с позавчерашнего дня. Я хожу вот с подругой, она только первый раз сюда пришла. Ходила сюда с братьями и с сестренкой. Мне очень нравится на катке. Я хочу быть фигуристкой. Мне очень нравится каток. Я сюда пришла, одна покататься и встретила подругу. И теперь я сейчас с ней катаюсь. Мы играли, я всегда ездила в город и каталась там на катке. Собственный каток есть на старом вокзале и на нем можно бесплатно кататься. Дорогие телезрители, это самая актуальная информация этой недели. Увидимся в следующую пятницу. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова